Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. Сегодня мы узнаем, как бороться с такой напастью, как красногаловая смородинная тля, которая изрядно портит настроение садоводам. Многие из вас сталкиваются в начале вегетационного сезона с появлением на листьях красной смородины уродливых, красных, вздутых пузырей. Листья как будто покрылись аллергическими волдырями. Они засыхают в конце концов, деформируются побеги, куст выглядит, прямо скажем, не очень. Многие считают, что это заболевание, но это не так. Причиной появления вздутий на листьях является вредитель. Это красногаловая смородинная тля. Но когда мы замечаем вот эти вот пузыри и начинаем рассматривать лист, иногда мы там никого не находим, особенно ближе к середине лета. Дело в том, что этот вредитель начинает заселять только самые молоденькие листики уже рано-рано весной, а затем мигрирует на сорную растительность. И когда садовод прямо в расстроенных чувствах начинает осматривать кусты в поисках причины, он, естественно, причины не находит и считает, что это болезнь. Он обрабатывает фунгицидами, бордоской жидкостью, топазом. Но из года в год эта проблема проявляется вновь и вновь. Поэтому, чтобы не допустить появления вот таких вот уродливых пятен, борьбу с этим вредителем, а не болезнью, начинаем как можно раньше, уже с появления первых листьев. Первая обработка инсектицидами. Можно брать инсектициды даже широкого спектра действия. Например, такой инсектиокарицид, как октора. Для того, чтобы разобраться еще и со смородиновым клещом. Так вот, первая обработка проводится в период распускания листьев до цветения. А вторую обработку ни в коем случае не пропустите ее. Это главный шанс в борьбе с этим вредителем. Вы проведете после цветения, когда все цветочки на смородине завяжут ягодки. В это время опрыскиваем свои кусты смородины любым разрешенным инсектицидом. Октора, эфория, карате, децис, фуфанон. Это защитит ваши кусты не только от красногаловой тли, которая еще сидит здесь на листиках, но и от других опасных вредителей. Пилищиков на ягодах, листогрызущих всяких пяденец и жуков. И сохранит здоровье ваших кустов в этом году и обеспечит хороший урожай смородины в будущем. Ну и, конечно, профилактика. Не забывайте бороться с сорной растительностью вокруг наших ягодников. Именно там прячутся красногаловая тля, другие вредители. А также сорняки являются резервуаром опасных вирусных болезней, таких как махровость смородины. И, борясь с ними, вы тем самым предупреждаете появление этого неизлечимого заболевания в саду. Процветание вам и вашему саду. И пусть ваши кусты смородины будут красными от ягод, а не от пузырей на листьях. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч!